Еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. Я не знаю, что рассказывать, уже все рассказали. Я теперь буду говорить все то же самое, только больше слов. Опухолинфитрирующие лимфоциты, на самом деле, ну, это только один из вариантов тех клеток иммунной системы, которые мы можем использовать для адаптивной терапии. Тут останавливаться не буду. Алексей Александрович сделал прекрасный обзор, так сказать, всех вариантов, которые могут быть. Но, с моей точки зрения, опухолинфитрирующие лимфоциты – это вот на сегодняшний день наиболее перспективное направление в клеточной терапии именно солидных опухолей. И вот с подтверждением этому заголовок Editorial в New England Journal of Medicine в прошлом году, который гласит, что тилотерапия входит в мейнстрим. Почему вышел этот аудиториал, я покажу позже. Тут речь идет об исследовании, наконец, третьей фазы. Да что такое-то? Слайды у нас перетекают, так сказать, друг к другу, поэтому вы еще раз на него посмотрите. Основная мысль, которую я бы хотел показать из этого слайда – в 1987 году уже было показано, что лимфоциты, культивированные, которые выделены именно из опухолевой ткани, они в сто раз более эффективно уничтожают опухолевые клетки в культуре. Связано это с тем, что именно инфильтрирующие опухоли лимфоциты обогащены теми клонами, которые способны специфически распознавать опухолевые клетки. Ну и дальше, с 1988 года, вот группа под руководством Сильвена Розенберга разрабатывает различные методологии применения опухолевые клетки в культуре лимфоцитов. И всю эту историю мы с вами немножко сократим, потому что история длинная, данных много, а мы придем, собственно, к последним данным, которые появились в прошлом году. С точки зрения теории, в чем преимущество опухолевые клетки в культуре лимфоцитов? Как я уже сказал, во-первых, они обогащены специфичными к опухоли клонами. Они поликлональны, и это крайне важно. То есть в отличие от кар, от лимфоцитов с трансфицированным токлеточным рецептором, это некий набор спектр клонов, который способен распознавать различные антигенные опухоли. И в этой ситуации редактирование опухоли в процессе терапии, которая приводит к тому, что теряется экспрессия тех или иных антигенов, вот этот механизм резистентности, он в какой-то степени может быть преодолен. То есть если мы действуем на один антиген, и его экспрессия исчезла, опухоль становится нечувствительной к иммунотерапии. Когда этих клонов у нас много, вероятность того, что опухоль потеряет антигенность, она существенно уменьшается. ТИЛ не требует генномодификации. То есть не везде это возможно, скажем так. Для этого соответствующая инструментальность, соответствующая лаборатория нужна. И не требует совместимости по HLA. То есть если мы берем Т-клеточный рецептор, нам обязательно придется подобрать того пациента, у которого экспрессируется тот же тип HLA. Иначе не будет этот Т-клеточный рецептор распознавать антиген. Для ТИЛов это не актуально. Это свои лимфоциты, и опухолевые клетки тоже свои. То есть они заведомо экспрессируют совместимый тип HLA. Ну, про недостатки сегодня уже много говорилось. Но я бы упомянул об одном, что, к сожалению, когда мы выращиваем ТИЛ, мы не можем быть уверены, что там на самом деле есть те клоны, которые распознают опухоль. Их там может просто не оказаться. Мало того, они могут в процессе наращивания клеток исчезнуть. Ну, по причинам, которые нам, в общем, сложно объяснить. Но, тем не менее, такое тоже может быть. Технология предполагает, что мы забираем определенный объем опухолевой ткани, измельчаем на кусочки, рассеваем в множество лунок, добавляем питательную среду, и, собственно, вот эти кусочки опухоли там культивируются. При этом при добавлении интерлекина-2 вырастают лимфоциты, которые мы потом можем вести пациенту. Причем, как наблюдается в культуре, уже через две недели приблизительно лимфоциты, которые пролиферируют, уничтожают полностью те опухолевые клетки, которые там оставались. То есть, в общем-то, отделять специально и не нужно. Казалось бы, вот мы вырастили лимфоциты, можно их ввести обратно пациенту, и, в общем-то, этого достаточно. Но, к сожалению, мы понимаем, что эти лимфоциты там, может быть, и в меньшем количестве, но уже были в опухоли, и что-то им все-таки помешало реализовать свой эффект. И, как показали исследования, если просто ввести лимфоциты обратно, в общем-то, существенного эффекта это не даст. Потому что есть иммунное микроокружение в опухоли, есть множество клеток, которые подавляют этот иммунный ответ и не дают лимфоцитам реализовать свою функцию. И поэтому организм, и в том числе саму опухоль, ее ткань, нужно подготовить к введению вот этих выращенных пробирки лимфоцитов. И для этого делается прекондиционирование. Вводится фактически химиотерапия, флюдорабин с эклофосфамидом, которые уничтожают большинство иммунных клеток микроокружения, в частности, иммуносупрессивные клетки, и освобождает место для тех лимфоцитов, которые мы потом введем обратно. То есть микроокружение начинает выделять цитокины, способствующие репопуляции лимфоцитов. И вот на эту благоприятную почту с повышенными концентрациями цитокинов мы вводим обратно в организм человека лимфоциты, которые устремляются, собственно, и в опухолевую ткань тоже. И после введения лимфоцитов, мало того, проводится введение высоких или не очень высоких доз интералькина-2, которые дополнительно стимулируют вот этот вот клеточный продукт, введенный пациенту. И вот здесь я сразу перейду, собственно, к той работе, результаты которой опубликованы в прошлом году, и которая явилась основанием для упомянутого эдиториала в New England Journal of Medicine. Были опубликованы, наконец, данные исследования третьей фазы, которые проводили голландские и датские ученые, всего два центра, проводили они его долго, практически 8 лет. И, наконец, вот в прошлом году результаты были опубликованы. Что делали? Исследование проводилось у больных с неоперабельной меланомой. Сравнивали между собой терапию опухолеинфильтрирующими лимфоцитами, вот по той методике, которую я описывал, и монтерапию эпилемумабом. Причем 85%, ну, почти 90% пациентов, которые включены в это исследование, до этого уже получали антипедиодинтерапию и имели прогрессирование после нее. То есть на сегодняшний день для этих пациентов стандартом является эпилемумаб, ну, либо комбинация эпилемумаба с неволумабом, и, в общем-то, там особенно больше выбирать-то и не из чего. Так вот, оказалось, что терапия опухолеинфильтрирующими лимфоцитами дала вдвое большую частоту объективных эффектов. Практически половина пациентов ответили на это лечение против 21% в группе монотерапии эпилемумабом. Ну, и преимущество показала первичная и конечная точка – это выживаемость без прогрессирования, которая оказалась достоверно выше на клеточной терапии. Что касается общей выживаемости, ну, пока еще рано судить данные по общей выживаемости несозревшие, там очевидно расхождение кривых, но статистической значимости мы пока не видим. Если посмотреть спектр токсичности, то, по большому счету, все токсические проявления были связаны либо с химиотерапией, которая проводилась в качестве перекондиционирования, либо с высокими дозами интерлекина, которые вводились после. Еще одно исследование, которое, опять же, уже упоминалось, и которое еще раз, с моей точки зрения, ярко подчеркивает потенциал опухоленно-тетрирующих лимфоцитов, по крайней мере, в лечении меланомы. Это вот то самое исследование, запущенное коммерческой организацией, которое в США сейчас пытается зарегистрировать терапию опухоленно-тетрирующими лимфоцитами. В исследование включались пациенты с неоперабельной меланомой, но в отличие от предыдущего исследования, здесь все пациенты уже получали антипедиодин-терапию, подавляющее большинство, больше 80% уже получали антиситилей-4, половина пациентов получали их в комбинации, все, у кого была бравмутация, получали бравмек-ингибиторы, некоторые даже вот еще интерлекин-2 получали. То есть, в общем-то, исчерпаны все известные опции системной терапии. То есть это пациенты, которым предложить на самом деле на сегодняшний день из стандартов мы не можем ничего. Так вот, оказалось, что проведение терапии опухоленно-тетрирующими лимфоцитами у третьей этих больных позволило достигнуть объективного ответа. И вот что еще важно, обратите внимание, здесь в форест-плоте показано различие эффективности у пациентов, которые ранее были рефрактерны к антипедиодин-терапии, и у тех пациентов, которые не были рефрактерны, то есть у них какой-то эффект наблюдался, который после, так сказать, после уже приобретенной резистентности возникла. То есть, казалось бы, рефрактерные пациенты, они по умолчанию как бы показали, что опухоль у них не иммуногенна, иммунорезистентна. Но оказывается, что у этих пациентов проведение этил-терапии позволяет добиться ответа и, в общем-то, не меньшего, чем у пациентов, которые ранее отвечали на иммунотерапию. Что касается выживаемости, ну, исследование было несравнительное, но, тем не менее, кривые показывают, что и у пациентов, у которых исчерпаны возможности стандартной терапии, этил позволяют добиться длительной выживаемости. Вот 20% пациентов длительно наблюдается без прогрессирования заболевания. Что касается не меланомы, других солидных опухолях, с другими солидными опухолями дела идут сложнее, на самом деле. Вот здесь показаны результаты интерферонного теста. То есть, что делается? Берутся вот эти фрагменты опухоли, о которых я говорил, рассеваются на множество лунок, то есть опухоль гетерогенна. И как опухолевые клетки в разных участках опухоли гетерогена, так гетерогенны и популяции т-лимфоцитов, которые в этих кусочках находятся. Соответственно, в каждой лунке мы понимаем, что спектр специфичности вот этих клонов лимфоцитов, он будет отличаться. И, соответственно, потом мы можем добавить опухолевые клетки и посмотреть, реагируют ли на них лимфоциты в данной конкретной лунке. И реагируют, выделяется интерферон, мы это видим в интерфероновом тесте. Так вот, в отличие от меланомы, при которой практически всегда наблюдается какая-то реакция лимфоцитов на опухоль, при солидных опухолях это наблюдается далеко не всегда. Вот, посмотрите, каждый столбик – это реакция выделения интерферона в разных лунках. То есть в некоторых опухолях практически во всех лунках идет выделение, а в некоторых нет вообще. И вот для солидных опухолей становится актуальным именно отбор тех клонов, которые специфически распознают опухоль. Вот это вот опыт, представленный Стивеном Розенбергом и его группой. Они, когда проанализировали энное число случаев лечения в их клинике пациентов с солидными опухолями, оказалось, что просто выращенные в пробирке лимфоциты, не отобранные по той методике, которая работает при меланоме, практически ни у кого не привела к развитию объективного ответа. Вот если они отбирали специфичные клоны, то получалось, что какая-то эффективность появляется, но тоже не бог весть какая, 12%. И вот оказалось, что только комбинация отобранных ТИЛ с ингибиторами иммунно-контрольных точек приводит уже к появлению какой-то удовлетворимой эффективности более 23%. Но работ, на самом деле, при солидных опухолях на сегодняшний день уже достаточно много. Вот я в качестве примера приведу работу при немелкоклеточном раке легкого. Здесь очень интересно проведено исследование. Пациентов начинали лечить неволумабом, и перед этим отбирали фрагмент опухоли для выращивания опухоли, инфильтрирующих лимфоцитов, и только при прогрессировании на неволумабе добавляли терапию ТИЛ, при этом продолжая неволумаб. Но вот в этой работе из 13 пациентов у трех удалось добиться объективного ответа. Но если вы посмотрите на эту диаграмму, то уменьшение опухоли наблюдалось у большинства. И что еще особенно интересно было для меня, в этой работе показали эффективность ТИЛ при опухоли с драйверной мутацией ИГФА. А мы знаем, что эти опухоли к стандартной иммунотерапии, к ингибиторам иммуноконтрольных точек практически всегда нечувствительны. А вот ТИЛ здесь сработали. Причем ученые выяснили, что здесь фактором, позволившим лимфоцитам распознать опухоль, являлись антигены раково-тостикулярные, вот МЭИЧ и так далее. То есть не обязательно неоантигены нужны для того, чтобы иммунная система распознавала опухоль. Ну, что касается нашего опыта, здесь уже много говорили, и, в общем-то, особенно добавить-то нечего. То есть в нашей лаборатории ученые под руководством Алексея Александровича научились выращивать опухолиентрирующие лимфоциты, сделали это много раз, хотя это было не так просто, и первоначально удавалось вырастить 1 миллиард клеток, а вот в исследовании третьей фазы по протоколу вводили 5 миллиардов клеток и более. Вот наши ученые сумели вырастить 8 миллиардов клеток на сегодняшний день, то есть это, в принципе, объем достаточный для того, чтобы полноценно провести терапию опухолиентрирующими лимфоцитами. Здесь представлен спектр иммунофенотипа тех клеток, которые выращены, и он, в общем, опять же, вполне полноценен для проведения терапии. Что в перспективе? Опять же, об этом почему-то Алексей Александрович умалчивает, но вот они разработали способ подавления экспрессии в лимфоцитах рецептора PD-1 при помощи малоинтерферирующей РНК. И с нашей точки зрения это весьма перспективный метод модификации лимфоцитов, который фактически будет имитировать добавление антипедиадин-терапии. То есть эти лимфоциты, они заведомо будут нечувствительны к ингибирующему воздействию PD-L1. Ну, что касается дальнейших перспектив и персонификации лечения. Вот в этой работе интересно, не буду останавливаться на методологии, но так или иначе проанализировали весь геном опухоли, выделили все антигены, смоделировали потенциальные неоэпитопы и, мало того, сумели проверить специфичность опухолиентрирующих лимфоцитов к тем или иным неоэпитопам. Так вот, оказалось, что в среднем из всего спектра мутаций, которые есть в опухоли и предсказанных эпитопах, только 1,8% неоэпитопов реально привели к образованию клонов Т-лимфоцитов, способных распознавать эти мутации. Но, что немаловажно, вот этот анализ в той же работе показывает, что наличие клонов специфичных к неоэпитопам играет ведущую роль в развитии эффекта ТИЛ-терапии. Если вы обратите внимание, то есть у пациентов, у которых не было эффекта ТИЛ, практически у всех не было и клонов специфичных к неоантигенам. И отсюда возникает идея, что можно целенаправленно отбирать те клоны Т-лимфоцитов, которые специфично распознают неоантигены опухоли. И, в общем-то, такие работы уже ведутся. Правда, в основном это кейс-репорты. Вот, в частности, это работа, опять же, группы Розенберга, где они взяли пациентку с холангиокарциномой. И не буду останавливаться на подробностях. Они выявили одну мутацию РББ-2-ассоциированного белка, к которой был специфичен один клон среди опухолидетрирующих лимфоцитов. Так вот, когда они обогатили клеточную популяцию лимфоцитов в пробирке тем клонам, которые специфичен к мутации, они получили выраженнейший эффект при холангиокарциноме, которая обычно практически не чувствительна к иммунотерапии. Но на сегодняшний день выводы мы вряд ли можем сделать, потому что есть уже энное число вот таких кейс-репортов. Но, опять же, в качестве кейс-репортов публикуют успешные случаи. И мы не знаем, а скольким пациентам не получилось помочь вот таким способом, отбирая лимфоциты специфичные к мутациям. Тем не менее, это, с моей точки зрения, один из перспективнейших подходов. Да что ж такое-то? Я прошу прощения. И вот эта работа показывает, что среди солидных опухолей, на самом деле, в большинстве случаев все-таки удается найти мутантный неопитоп, которым развивается иммунный ответ Т-клеточный. И, в общем-то, еще одно из перспективных направлений... Опять зависло. Одно из перспективных направлений – это все-таки подбор Т-клеточных рецепторов, специфически распознающих мутантный неопитоп. И мы можем такой Т-клеточный рецептор использовать для трансфекции в лимфоциты, использовать в качестве лечения. Вот этот случай, опять же, уже предыдущие ораторы показывали. Но все эти мутации, они редко повторяются, и поэтому тут будущее может быть только за созданием большущих библиотек Т-клеточных рецепторов, из которых можно будет подобрать рецептор специфичной конкретной мутации, которая есть у пациента. Мало того, с учетом тех подтипов MHC, которые экспрессируются у него в организме, ну и, соответственно, в опухоли тоже. Ну, собственно, это все. Поэтому спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы, если они есть.